Знаете, хочется, не хочется, надо разбираться в этой больной фантазии, потому что именно этот человек с больной фантазией напал на Украину. Поэтому будем изучать и этот вопрос, и рычаги влияния на него со стороны Запада, со стороны нашего государства. Тарас Загородний для изучения этого вопроса подключается в наш эфир, политтехнолог, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Тарас, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, вот то, что сказал Путин на Валдае, да, было там много сказано и в отношении того, кто должен кому первый звонить. Он сказал, что он и не против вроде как Трампа набирать, но тем не менее он обижен. Как вообще вот вам то, что он сказал, коррелируется с, не знаю, какими вот этими постоянными вбросами о скорых переговорах вообще хоть как-то к этому идет или нет? Вот какие вы рассмотрели сигналы и на какие фразы обратили внимание? Ну, я обратил внимание, что там речь идет не только об Украине. Они реально хотят у Путина больная фантазия провести вторую Ялту, разделить влияние в Европе в том числе. То есть он реально претендует на влияние на центральную Европу, на восточную Европу. И он мыслит такими категориями, что вдруг все там побегут, с ним подписывают вторую Ялту, которая включает в себе фиксацию части территории Украины и перераспределение вот этих влияний. Вот. И многое такое. Поэтому, ну, это хорошо-то показывает, что у него абсолютно не переговорная позиция, которая не имеет никакого отношения к реальности. И администрация Трампа, я думаю, с этим столкнется, как только начнется переговариваться. И когда поймет, что не в коня корм, то я думаю, что там больше вопрос будет помощи Украине стоять. Хорошо. Давайте вот все-таки с точки зрения этих сигналов, политехнологии, если хотите. А все-таки важно, чтобы Трамп позвонил Путину, проявил инициативу, показал, что у него есть план. Или Путин будет до конца как бы ждать, 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 там первый не наберет. И надо, чтобы Путин проявил инициативу. Вот скажите, насколько здесь вообще эти важные вещи или нет? Или важно только содержание? Ну, давайте так. Время работает против Путина. Это ему больше нужно идти куда-то там, обо что-то договариваться и что-то делать. Потому что у Трампа времени вагон. Он будет, может помогать Украине больше. И поэтому в данном случае, конечно, какие-то концы могут быть. Может быть и прямой диалог, я не исключаю. Это вообще в стиле с Трампа говорить напрямую. Это с точки зрения такой переговорной позиции. Это тоже правильно. Говорить нужно без посредника. Но вопрос, что он там услышит. Если он там услышит то, что говорит Путин, вот этот поток сознания, то это приведет к печальным последствиям, скорее всего, для путинской России. Потому что запросы неадекватны возможностям, которые есть у России. Вот вы, кстати, сказали о том, что Путин претендует на новый мировой порядок, новую Ялту. И есть тут информация интересная от расследователей, что пропагандистам выдали методичку, как освещать, ну, естественно, выступление Путина в Валдае. И тут ставят большой акцент на то, что Путин играет, как и Россия, новую роль в создании предложенного нового мирового порядка. И надо изображать Путина как величайшего в мире лидера, чье глубокое мышление, широта политической мысли и роль голоса глобального большинства и нового мирового порядка отличают его от западных политических лидеров. А как вам вообще вот эта роль Путина для Трампа? Вот он вообще как-то Россию видит все-таки геополитическим лидером где-то? Потому что такое впечатление, что для Трампа кроме Китая ничего особо не существует, то Россия является просто одним из инструментов Китая. Или нет? Нет, ну нет, конечно, рассматривается, потому что в концепции еще... Ну, американцы вообще все сто лет тщательно лелеют, чтобы Россия не развалилась, чтобы она была стабильной. Это раз, это и стабильная оппозиция, им так просто выгоднее. И второе, до сих пор на Западе существует концепция, что теоретически Россия может быть союзником в грядущей войне против Китая. Вот. Но чем дальше идет зависимость России от Китая, чем больше Китай поглощает, тем меньше такая вероятность дает. Вот. И поэтому, конечно же, стоит этот вопрос, потому что ядерное государство, и Трамп не может его не игнорировать. Но тут есть проблема большая для России, что концепция отстраивания перестройки экономики Соединенных Штатов Америки предусматривает выброс на рынке сбыта дополнительных объемов нефти американского производства и канадского производства. А это значит падение цен на нефть, и то, что российская нефть и иранская нефть, скорее всего, уже будет не нужна. А это клиническая смерть для российской экономики. И тут, хочешь не хочешь, но такой вот второстепенной линией для Кремля, точнее для Трампа, будет фактически уничтожение экономики России. Там станет вопрос, насколько воевать будут ли ресурсы, сколько вопросов сейчас могут ли они удержать территории, даже те, которые у них есть. И поэтому это большой-большой-большой привет Путину. То есть, как бы у Трампа все козыри на руках, Россия зажата, ООН может контролировать многие процессы, санкции в том числе и так далее, и так далее. В принципе, многие российские военкоры, если их почитать, они, в принципе, близки к реальности. Сказать, что никто ничего так быстро освобождать не будет, будет крутить руки и ставить в хорошую позу зю. Кстати, интересный факт, вот сообщают иностранные СМИ, что Джо Байден в среду встретится уже с избранным следующим президентом Дональдом Трампом в овальном кабинете. Конечно, хочется, чтобы Украине был уделен отдельный разговор и отдельное внимание, но посмотрим. Посмотрим, явно будет какая-то пресс-конференция. Давайте все-таки еще ближе к нашим делам поговорим, скажем так, географически так точно. Вот Верстское издание вроде как не было замечено в подыгроне Кремлю, сообщает, что в администрации президента России источники не согласны, утверждают, что не будет никаких переговоров, Кремль не согласен идти на переговоры до контрнаступления в Курской области успешного. Что вы думаете об этом? Насколько для Путина это важно? Ведь, с одной стороны, кажется, что Курская область Курской областью, но тут, извините, на Донбассе каждый день происходит такое кровавое месиво, столько россияне кидают живой силы, что это выглядит не совсем достоверным. А как вы считаете, с точки зрения политической позиции? Путина область сильно беспокоит Путина, потому что это удар по его имиджу, это удар по... Украинский оккупант топчет, точнее, сапог украинского оккупанта топчет Святую Русь. Это звучит экзотично и унизительно для России. Они же украинца не считают за людей. И поэтому в данном случае, конечно же, это проблема. Они пытаются ее решить, тем более, что Курская область – это хороший предмет для размена, для каких-то вещей. Например, в администрации Трампа рассматривают вопрос заморозки по линии разграничения. Так украинские войска в Курской области, тогда там тоже будет заморозка и демилитаризация проходить. То есть это вот заковыка, которая будет. То есть могут ли они это сделать? Пока еще большой вопрос, потому что все-таки возможности Украины бить по территории России нарастают, а идет зима. И будет ли такая возможность у россиян? Тем более, что вдруг наконец-то нам разрешают бить по территории России. Тем более, не будем забывать фактор Северной Кореи. Потому что появление Северной Кореи на театре военных действий – это резкая эскалация. Это открытая Третья мировая война. И поэтому Украина активно будет разыгрывать этот фактор. И про это знает уже Трамп. Он, кстати, уже успел с Зеленским поговорить и успел в Южную Корею позвонить. И, конечно же, этот фактор тоже будет использоваться достаточно активно Украине. Для педалирования вопросом, что дайте, расширите возможности ударов по территории России, расширите возможности применения оружия. Вот глава МИД Андрей Сибига сообщает, что сейчас, собственно, было первое налаживание контактов уже в новом, фактически, ну еще не новом статусе формально, да, но неформально новом статусе Трампа. Второй раз он будет президентом Штатов, когда Зеленский его поздравил. И в том числе начали уже по чуть-чуть налаживать диалог. И что он отмечает, что, ну, по сути, сейчас будет создаваться серьезная контактная группа, которая будет предоставлять Трампу более детальную информацию, да, о том, каким образом можно закончить войну в Украине. Будет это все уже анализироваться не так обобщенно, а детально, и со стороны Трампа явно будут представлены советники по вопросам Украины. Что мы можем предложить Трампу сейчас? Скажите, какие аргументы мы можем найти для него? Ведь многие говорят, что он мыслит, ну, прямой категорией, просто выгоды. Никакие там вот эти обобщенные ценности и так далее его не интересуют, которые, возможно, приписывали демократам, ну, хотя бы теоретически. Вот что Трампу нужно сказать? Дешевле дешевле убить российскую армию, чем потом слать американских солдат воевать в Европе. А он, Тарас, а он же очень переживает за наследие Байденов в контексте того, что он оставляет овальный кабинет как президент, который завершил все американские войны, да, вот он сказал даже об этом. И Трамп явно не захочет ничего начинать подобного. Ведь он, мне кажется, он даже не рассматривает это. Ну, конечно, пока что это предположение. Мы должны понимать, что пока там не сформировано, это еще, как бы, при первых контактах там все будет понятно, да. Ну, очевидно, что если он разговаривал с Зеленским, значит, понимание есть. Очевидно, что когда он разговаривал с Южной Кореей, понимание небезопасности появления северокорейских солдат есть. А мог бы не говорить с Зеленским, простите, вот просто хочу уточнить. А мог бы не говорить в теории? Конечно, мог бы говорить. У него, во-первых, он еще не президент, это раз. Но Зеленский же ему позвонил поздравить, понимаете, как бы не откликнулся на звонок. Нет, подождите, поздравить это такое, все хотят позвонить. Я уверен, что нет человека в мире среди глав государств, который не хочет позвонить Трампу и не высказать ему личное поздравление с его этого. Так что я уверен, что все хотят. Не все дозваниваются по разным причинам. Потому что сидит аппарат, и те, кто нужно, все-таки дозваниваются. Поэтому тут вот это вот, может быть, вещи тут вы тратите меньше, чем этот. Будапевский меморандум тоже надо напоминать постоянно. Это престиж Соединенных Штатов Америки. Ну и личные вещи, связанные с этим, с тем, что будете, да, меньше будете тратить на войну. И второе, заставите Европу платить больше за безопасность. Ну там четвертое, пятое может быть, что это еще личные, как бы личные абиции Трампа, чтобы быть все-таки человеком, который уйдет в историю, который остановил войну на приемлемой для Украины условиях. Потому что все-таки Украина является жертвой агрессии, а не Россия. Ну вот, Тарас, давайте обсудим следующее. Трамп сказал, что за 2-4 часа закончит войну. Понятно, это звучало красиво, рекламно очень, да, 2-4 часа уже 3 раза или 4, как закончились. Но явно Трамп будет пытаться, да, оказывать, не знаю, ну или давление, или что-то предлагать вот в стороне Украины Зеленскому, в стороне Путина. С кого он начнет, как вы думаете, и с чего может быть этот разговор? Какие его будут аргументы и для кого? Так, с Зеленским уже разговор идет на полную. Уже лично Зеленский встречался, разговаривал, значит, следующий Путин. Либо через Гонцов, либо этот, как бы. Ну, опять же, вы должны понимать, что как только они столкнутся с этим, с шизофренией Путина, которая там что-то будет требовать, чтобы Украина покинула Запорожье, покинула Херсон и все остальное, но я думаю, что разговор закончится очень быстро о предоставлении помощи Украине в том объеме, который она требует. Да, ну вот, понимаете, я читаю, опять-таки, свежую информацию от BBC World Service. Есть у них такой ресурс. Старший советник победителя президентских выборов, собственно, Трампа, зовут Брайан Ланзе, заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране вернуть оккупированные российские территории. То есть, речь идет еще прямая про Крым, что мы можем достичь мира, только если у нас будет Крым. Он покажет нам, что он несерьезно относится к этому. Это полную цитату приведу. Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира, если у нас будет Крым, это пока что несерьезно. Ну вот, как вам такое начало? Нет, нет никакого начала. Нет еще Госдепа, нет еще Советника по безопасности и так далее. Когда выходит этот, просим уважения, товарищ, рассказывает про Крым и все остальное, так товарищу нужно поднять Хельсинские соглашения, которые подписывали Соединенные Штаты Америки в том числе, про нерушимость границ в Европе в 1975 году и многое чего другое. Поэтому мы не должны это воспринимать, как, знаете, конечное. Ну, Рузвельт во Вторую мировую войну вообще не хотел вступать в войну. Там Черчилль бегал за ним, давай, давай что-то помогай. Черчилль лично ездил в Соединенные Штаты в Америке, ездил, выступал на телевидении, убеждал всех для того, чтобы вступать в войну. Да, пока не влупили по Кёрт-Харбору, ничего же не происходило. Ну, так и тут будет там постоянно. Понятно, что они будут сказать, а нам интересно так. А Украина скажет, а нам не интересно так. Да, давайте санкции, давайте оружие. Мы добьем то, что нужно. Ваших солдат не нужно, нам нужно оружие. Выбить тылы российской армии, так у них вопрос, смогут ли они вообще куда-то наступать. Да. Ну, как бы это странно ни звучало, наверное, из моих уст, делаем ставку на Путина, на его неадекватность, что она действительно победит. Так и будет. Там все будет нормально. Слушай, о линии разграничения его не согласится, это понятно. Он скажет, у меня записаны города, Запорожье и Херсон записаны в Конституции, да, давайте пусть они отступают. Вот. Ну, американцы все-таки, как реальные люди, скажут, херали, извиняюсь за выражение, потому что армия не разбита, все нормально, как бы, вы что, вы что-то где-то выигрываете там, да, и многое чего другое. То есть, как бы, и тем более, какие документы я с тобой должен подписывать? Ты кто? Подписывать документы о влиянии в Европе? У нас тут надо, они там платят деньги, и все остальное. Ты вообще, как бы, ну, потенциал. Они могли еще блефовать в 1925 году, когда было страшно. А когда все видят, насколько трухлявой является Россия, особенно после того, как вот была совместная операция СБУшников, ССОшников и Гуровцев, когда в Тераповце долбанули склад на минуточку, на две Хиросимы фактически был взрыв. Когда он постоянно прилетает дроны по вашим НПЗ, когда ваш Черноморский флот с этими надводными дронами Си-Бэйби загнали черти куда, то вы вообще о чем говорите? В Каспийское море вот прилетело, недавно Гуровцы в Лупиле. Вот. Вы о чем вообще говорите? То есть тут же мы должны понимать, что сила переговорной Украины зависит от того, насколько мощно Украина будет долбать по территории России. Чем больше будем долбать, тем больше будет как бы в Вашингтоне тоже понимание, что Украина это крутой пацан, который ставит себя на районе, которого интересы тоже нужно учитывать. Да, будем надеяться, что все это скоро произойдет. В любом случае после 20 января, когда Дональд Трамп вступит в должность официально, я думаю, что время ускорится, и все будет уже намного интереснее и практичнее. Спасибо. Тарас Загородний был в эфире. Придема, политехнолог и партнер национальной антикризисной группы. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok